следующим этапом будет это изготовление поворотного узла нашего ветрогенератора значит для поворотного узла точим вот такой стакан значит для этого берем толстостенную трубу главное чтобы у вас хватило тела для проточки под посадку 205 подшипников вот я использую вот такой 205 подшипник у него наружный диаметр 52 внутренний 25 и вот в итоге вот такой вот трубы был выточен вот такой вот стакан значит стакане есть про . под подшипник с этой стороны и высота этого стакана 85 миллиметров далее в этот стакан нужна нам ось ну это вот тридцатка пруток вот прутка была выточена ось зажимаем патрон строй стороны центруем и далее протачиваем под подшипники под посадку 205 подшипников сам поворотный узел состоит с оси была выточена с тридцаткой ось здесь нарезанная резьба этой стороны просверлены отверстия на оси вот если видно вот видно есть про . вот такая плоскость как бы на эту ось будут насажены подшипники далее вот здесь будут только семные кольца и чтобы эти кольца никуда не проворачивались вот сделана вот такая проточка кольца для токосъема были изготовлены вот два таких кольца ну какой кусочек нашел там латуни вот с латуни два кольца были изготовлены значит колечки внутри нарезал резьбу чтобы она потом там никуда не проворачивалась даже как-то не видно но вот там что-то затем вот как был впадает было сделано пропил вот здесь и припаян провод далее это все будет собираться обмотается скотчем один буквально виток и эти два кольца выставляться и зальется все эпоксидной смолой ну полиэфирной смолой чтобы точнее быть это я все соберу залью и покажу как она все это выглядит выставил кольца зафиксировал их деревянными палочками с трех сторон здесь вот внизу это из диска с эти диска вырезал чтобы полиэфирка ниже не проливалась теперь сверху с бутылкой с под напитка сделаю стаканчик скотчем обмотаю и можно будет все это дело заливать под щетки вот такие щетки вот под них выставлено как бы так показать чем вот так вот будет следующий этап это про . до нужного размера ну как бы выравнивание вот этих полиц зажимаем токарный станок все это протачиваем собранный поворотный узел на этом уже покрашен выглядит так значит это уже ось запрессована подшипники здесь вот в оси здесь резьба на 10 сюда сверху будет закручиваться вот такая вот шапочка здесь про . вот так вот все это выглядит вот она сюда вот закручивается благодаря упору теперь подшипники там как бы под упором это выглядит теперь вот так вот наши только съемные кольца видно все это на весь этот узел собранный сюда вот будут вставляться вот такие вот щетки 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 и только силу сюда это под подход напряжение а через кольца и вот ну провод здесь замотанный будет выход 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 на с генератора ну вот это то что представляет собой вот эта конструкция именно стокосемными кольцами все это все выглядит а так здесь флянец для крепления приваренный для крепления всего генератора то есть как бы я думаю вопросу по этому узлу возникать не должно вот этот паз но это профрезерованный на фрезерован фрезерном станке но если бы вручную я его делал то я бы просто вот просверлил бы но сверлил бы насквозь эту трубу то есть вот так и далее даже обычный бы ножовкой там потому что болгарка как бы пропилить и такое отверстие нет ножовкой пропилял бы и напильником зачистил то есть как бы отверстие это сделать я не думаю что такие уж какие-то проблемы там ну конечно напильником надо будет поработать у меня получилось так что заехал к сергей у гости попросила мне на фрезерном как бы особо не напрягая сделал вот это отверстие